Привет всем, с вами Доскос, это обзорчик на игру под названием Royal Quest Это классическая MMORPG от небезызвестной компании под названием Катаури Которая сделала в свое время, да и недавно как раз таки еще раз переделала знаменитую легендарную игру Космические Рейншеры Так ведь? Да Че-то я совсем забыл А то у меня все эти космические волки и какие-то пираты космические Ну короче, космические Рейншеры Нет, че-то не то Вроде так все, космические Рейншеры Ладно, че-то меня заклинило Но сейчас не про них разговор, но вы поняли, что за игра там так или не так произнес Я уже не знаю, пока не посмотрю, меня не расклинит Но здесь будем говорить про эту игру Почему я на нее сделал обзор И делаю обзор, вернее И почему я решил снять все-таки Ну, то, что игра от Катаури Это уже, наверное, повод посмотреть ее А то, что это одна из немногих вообще Из единиц, наверное Российских MMORPG Это тоже, наверное, повод такой довольно-таки весомый Хотелось посмотреть, что это, что у нас там получилось еще Вот единственное, что я могу вспомнить, это Aloda Online, про который я говорил в обзоре на Prime World Остальных российских MMORPG Таких вот прям, ну, чтоб чуть-чуть там хоть запомнились, не знаю Вот Вообще ни одно не приходит в голову Если и были, то, скорее всего, проходники какие-нибудь Поэтому Поэтому Вот только два Два названия вспоминаются Это Royal Quest и Aloda Online Но, к сожалению, Aloda Online уже того Уmail.ru они Сейчас они унивало, поэтому Я в них и не играю Так вот, что касательно этой игры Самая шнена есть классическая MMORPG В стиле каких-нибудь других корейских Но я думаю, что она выполнена на гораздо более высоком по приятности игры уровне Чем все эти проходники из Кореи, которые локализуются у нас в огромном количестве И живут по месяцу, но срубают за это бабло За это время В данный момент я нахожусь на экране выбора персонажа Можно создать еще одного Давайте посмотрим, как это выглядит здесь Здесь всего одно раз это люди Хотя какая нафиг разница, сколько здесь раз Если здесь есть серый, голубой или какой там цвет кожи В общем, любой вид болезни, которым вы мечтали заболеть Вы можете здесь выбрать Какой-нибудь ТИФ, там, я не знаю Гепатит С, что-нибудь вот такое вот, да Можно, в принципе, поиздеваться как угодно Тут, наверное, только один здоровый цвет кожи Более-менее это вот этот Вот остальные всякие какие-то Это серый какой-то Не знаю, как будто она всю жизнь говном питалась В общем-то Одна раса и четыре Самых классических Класса персонажей Мечник, стрелок, ассасин и маг Ну это вор у нас, да Нет такого слова ассасин В русском В русском значении Поэтому вот так вот Ну, короче, классика-классика И все такое прочее Просто более какую-то Элементарную схему придумать Кажется, нельзя Если только вообще просто одного человека оставить Он просто будет драться одним видом оружия Тогда это будет более-менее еще кое-как Еще скуднее, чем есть Ну, в принципе, персонажи выглядят приятно Здесь вообще все выглядит приятно Да, вот видите, детализация меча Довольно-таки высокая Вот Учтите, что здесь вид сверху Они из-за спины, как во всех Классе... ну, во всех вообще MMORPG практически во всех, да Более-менее известных Поэтому для детализации Для вот этого вида сверху, как в Диабло Да, на таком же расстоянии Такая детализация Это вообще супершик Ну, посмотрите Все очень четко И, в общем, хорошо прорисовано И щиты И, в общем, все на своих местах Ну, классика жанра Там сменить прически Лица можно не менять Потому что они все похожи друг на друга Вообще не отличаются никак практически, да То есть Изменить там размеры персонажа нельзя Как это там, не знаю, где-нибудь Blade and Solo Или где там Можно это сделать, да Там поменять вообще практически Все там полностью Длину рук, там Ширину ягодиц Каждой по отдельности И все такое прочее Вот Ну, в принципе, здесь показаны Не самые мощные сборки персонажей Как обычно, знаете, любят Повыпендриваться Сразу же вам показывают Как ваш персонаж будет выглядеть На последнем уровне В самой последней броне И это сразу убивает Весь интерес к игре Потому что ты уже знаешь Как ты будешь выглядеть В конце концов Здесь, слава богу, нету Здесь показано Как с самого начала Будет выглядеть персонаж В общем-то Довольно скутненький Такой наборчик, да Этих опций Хотя какая разница Если вы будете С высоты птичьего полета В принципе, за всем этим наблюдать Какая разница Как ваш персонаж будет выглядеть Если вы не увидите его Нафиг Вот Также цвет волос Еще можно сделать Дикого корейца Какого-нибудь Лотнер Нет, я не смотрю Сумерки Так Ну, в принципе, здесь все Каждый Этот класс Разделяется еще на два После 20 уровня Вы выбираете Куда вам идти Вам предлагается Два варианта Движения Там, например У стрелка Снайпер или охотник За который я Стрелок играю Я выбил снайпера В зависимости от этого У вас будет разная ветка скиллов Три разных ветки скиллов Ну, наверное Я это покажу В процессе игры Который мы скоро приступим Потому что здесь Показывать больше Абсолютно нечего Поэтому нажимаем Выйти У меня уже 21 уровня Персонаж есть Сервер Я не знаю Сколько здесь серверов Но, в принципе Я думаю Немного Потому что игра Не особо популярна Судя по всему Про нее вообще Ничего не слышно Последний год, наверное А перед выходом Была настоящая жара Скажем так Все прям Издания крупные или малые Про нее говорили Вот-вот Грядет-грядет А прошел год И все И все заглохло И все затикло Тогда тоже Начало играть И, в принципе У меня с того времени Еще персонаж и остался За последний день Я три уровня Накачал себе Да Тут еще премиум На халяву был Не знаю С какого это Перепуга Наверное Из-за того, что год игре Или что-нибудь Типа того, наверное Ну, в общем-то Я этот премиум врубил Ну, ладно Вот вы видите Как примерно выглядит Или должен выглядеть Снайпер 21 уровня Это все его барахло Которое выдается После получения профессии Кроме этого У меня здесь еще Он вообще не вегетарианец Сожрал бабочку Видимо Видите У него торчит тут Ну, это типа цветок Но больше похоже На какое-нибудь насекомое Вот В общем Ози Осборн Какой-то настоящий Только Насекомоядный Тоже дает бонус Типа как сережки Там, я не знаю Или кольца Или другая фигня В общем Листик И В подземелье Выбил эту каску Шахтера Как в террарии Не знаю Не освещает Но защищает Вот Так что Вполне себе Давайте просто нажмем войти Посмотрим Как это вообще выглядит Потому что Наверное Картинкой То, как здесь все нарисовано Наверное Самое ценное Что есть в этой игре Потому что Все остальное В принципе стандартно Может быть Какие-то различия От других ММур Фиджи корейских Есть Но они в принципе Небольшие по механике Своей по сути Поэтому Наверное Самым ценным Будет здесь Это именно Визуальная Графическая составляющая Видите Как прекрасно Нарисован город Как все четко Да То есть Ну не так Чтобы совсем Хайтек Хайтековский Но Ну никаких нареканий К этой составляющей К графической Быть не может Потому что Все очень приятно Анимация Там да Вот например Костюм персонажей Текстуры Все Вон как Флаг Нарисован Ну вот Реально Хорошая Нарисованная Графика Вот в этом Стиле Нарисованном Она может Всегда радовать Глаз Независимо от того Любитель Вы такого Стиля Или нет Здесь я думаю Глаз каждого Порадуется За Всю эту Четкость И Тому Подобное Ну посмотрите Вот видите Это уже какой-то Рыцарь Какого-то Большого уровня Очень красиво Нарисован Вон там Кракозябр На двух лапках Какой-то Побежал Ну в общем Это маунт Стандартный Рыцари У них прикольная Фишка есть В плане того Что они могут Прямо верхом На этом маунте Сражаться То есть Я вспомнил Такую небольшую Фичу Этого класса Прямо сейчас Если будет Кто-то Задумываться Над тем Какой класс Выбирать Может быть Именно Эта фича Послужит Причиной Тому Что вы Выберете Именно Класс Рыцаря У меня Пока Ничего Нет Не знаю Я тут Особо Маунтом Не интересовался Геймплей В принципе Представляет Из себя Такую Классическую Гринделку Рассчитан На Пве Режим Больше Нежели На Пвп Пвп Здесь Не особо Много Пожалуй Из Такого Более Менее Уникального Да Не похожего На что-то Здесь Есть Такие Данжены Которые В которых Постоянно Есть Режим Пвп И Все Награбленное Там Остается У вас Только После того Как Вы Выйдете Из Этого Из Этой Пещеры Живым Если Вас Там Убивает Все У вас Теряется Чувак Который Убил Вас Получает Часть Того Что Вы Там Заработали Вот А до тех пор Пока Вы не выйдете Оттуда Вы Ничего Не Получите Все Вещи У вас Загорают При Смерти Которую Вы Там Получили Да Ценные Не Очень Вот Это Довольно Таки Интересно Звучит Не Помню Такой Игры В Они Рубят Бабло И В них Играет Люди Поэтому Я думаю Глупо Наверное Вообще Требует Что-то От Этого Жанра Если Все Всех Устраивает Вот Как Тоже Многие Скажут Что Здесь В Этой В Этом Роу Квесте Очень Однообразные И Классические Квесты Квесты Здесь В принципе Разделяется На Пару Вещей Это Либо Собрать Лут Будь Он В виде Цветков Которые Надо Состригивать С земли Полосочка Идет То есть Вам Нужно Ждать Пока Он Все Сострижет Или Камушки Соберет Будь То Лут Из Животных То есть Вам Нужно Будет Опять Таки Убивать Монстров И Тем Самом Выполняя Задания Либо Просто Принести Одному Отдать Другому Да Там Этот Курьером Подрабатывать Вот Так Вот То есть Это В принципе Все квесты Которые Я здесь Видел Ну Может Быть Найти Супер Н Моба Или В какой-нибудь Данш Сходить За тем Чтобы Босса Убить Но Это Тоже Я думаю Стандарт Перестандарт И Конечно Не Самый Там Профи В Онлайн Данш Это Всем Известная Фича Убить Именно Какого-нибудь Босса В данше Конечно Все это Все это Везде Уже Давным Давно Есть Постоянно Жалуются Что Вот Квесты Короче Во всех Играх Одинаковые Мне Сразу Вспоминается То есть Я сразу Думаю Что Это Абсурдный Совершенно Запрос Потому Что Когда Выходит Игра С Нормальными Квестами ММО Опять же Я имею Игра Вышла Another World По-моему Ну да Буквально Полгода Назад Она Примерно Вышла Да Этот Другой Мир Или Как Там В общем С потусторонней Вселенной Типа Она Загнулась Буквально За два Месяца Хотя Квест Там Проработки Были Примерно На уровне Наверное Скайрима То есть Это И огромная Текстовая Составляющая И Какие-то Головоломки Там Надо Было Знаки Искать Даже Наверное На Уровне Моровинда Потому что В Моровинде Это все Было Без Значков То есть Там Написано Типа Идите Туда Это Уже Дойти Там Головоломка Вот Примерно На таком же Называя Потому что У меня Все Это Смешалось Почему-то В башке Вот Нафиг Это Требует Если Все Эти Игры Банкротятся За Полтора Месяца Оказывается Никому Не Нужными Вообще Поэтому Как Показывает Практика Давайте Людям Квеста На Убийство Мобов Примерно 10 Тысяч Убиваешь Получаешь 2 Золотых И Все И Человек Будет Доволен Он Будет Жаловаться Конечно Думать Что Он Умнее Самого Себя И Прекрасно Знает Что Ему Нужно Но Когда Выходит То Что Ему Нужно Это Оказывается Ему Не Нужно Получается Что Человек Вообще Не Знает Что Ему Нужно Но Жалуется Больше Всех Поэтому Насчет Классических Квестов Я Думаю Что Это Наверное Плюс Наоборот На фоне Тех Событий Которые В этом Онлайн Мире Происходит В игропроме Онлайн Потому Что Никому Это Оказывается Не Нужно Всем Только Подавай Классические Квесты Все Неклассические Загибаются И Все Такое Прочее Это Насчет Квестов Такой Длинный Разговор Просто Обидно Было За ту Игру На самом Деле Я Конечно Не Играл Но Смотрел Стрима И Там Очень Много Чего Оригинального Было Даже По сравнению С Наверное Одиночными Играми Которые По проработке Всяких Сюжеток Уступали Этому Инезер Волду Вот Здесь Сюжет Я не знаю Какой Потому Что В гринделках Это Мне Абсолютно Не важно Ну Там Кто-то Борется Против Тьмы Самое Понятное Кто-то Там Мир Заколдовал Все Такое Прочее Поэтому Не квесты Там Тем более Они Составляют Из себя Оливиную Долю Там Гринда Фарма Да Сейчас Будут Две Бумажки Формата А4 Читать Ради Того Чтобы В конце Концов Понять Что Надо Мне Вообще Какая Виолетта Отвали От Меня Наверняка Какой Толстый Жирный Мужик Такой Сидит Чипсину Из Складки Застает И Попукивает Там Виолетта Называется Конечно Я В интернете Здесь Нельзя Верить Никому Ладно Про квесты Закончили Давайте Посмотрим Что Вообще Здесь Есть Такое Начнем С Окна Персонажа Это Наверное Самое Такое Хорошее Что Здесь Есть Окно Персонажа Наверное В любой РПГ Самое Лучшее Для вас Это Окно Вашего Персонажа Где Написаны Все Ваши Характеристики Как Видите Довольно Много Ячеек У меня Заполнено Только Половина Из них То Это Это Все Одежда Вот Здесь Как Раз Полевой Цветок Который У меня Во рту Запихнут Одно Кольцо Еще Но Здесь Судя По Всему Какие То Кольцо Есть Тотем Артефакт Боевое Издовое Животное Амулет Украшение И костюм Я Здесь Еще Чуваков С Плащами Видел Может Костюм Это Как Раз Так Плащ Не Знаю Так Это Мои Характеристики Классическая Диабло И Так же Как Диабло Второй Здесь Надо Распределять После Каждого Уровня Количество Очков Которые Вы Хотите Туда Или Сюда Накопить Это Отличительная Особенность От Большинства Наверное Корейских ММРПГ Где Все Автоматически Распределяется И Все Персонажи Получаются По Характеристикам Одинаковыми Совершенно Различает Только Оружие Которая На них Надета Там И Другой Шмот Здесь Можно Собрать Свою Персонажи В Зависимости От Ваших Запросов Поэтому В этом Плане Помимо Того Что После Каждого Двадцатого Уровня Каждый Ну Точнее После Каждого Двадцатого Просто После Двадцатого Уровня Идет Две Ветки Развития Для Каждого Персонажа Помимо Этого Как Минимум Наверное Че Ты Хочешь От Меня Че Тебе Надо Какой Неверный Адрес Отвалить Я Не Это Рядом Те Че О Вот Так Вот Надо Написать Я Не Доскос Я Школьный Как вы Перепутали Мне Интересно Посмотреть Что Это Так Ты Кто Общая Так Ты Че Так Че Ты Хочешь По Любому Мужик Он Пригласит Меня На Свидание Изнасилует В Мусорном Баке Или Мусорным Баком Изнасилует Короче Пока Стань Моим Друга Пожалуйста До Заучишься Меня 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 Тесак Мочой О Боль Йод Если Мы Будем Дружить Короче Пока Там Рожает Свои Мысли Или Он Я Не Знаю Я Буду Говорить Про Ну Я Уже В общем Сказал Что Помимо Того Что На Вас Надето Влияет Еще То Как Вы Прокачаны И Наверное На Форумах Есть Разные Сборки Куда Как Распределять Очки Чтобы У вас Получилось То 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 Из Одного И Того Персонажа Но Я Вливаю Как По Наитию Да Естественно Больше Вловкость Вкладываю Потому Что Стрелок Еще В удачу Вкладываюсь Потому Что Это Повышает Критический Урон Или Шанс Критического Урона Шанс Критического Урона Вот И Из этих Очков Еще Одна Штука Складывается Это Вот Эти Подбонусы Да Меня Отвлекают Всякие Дилды Это Вот Эти Подбонусы То То есть Если вы Хорошо Там Прокачаны В плане Например Удачи Да То У меня Тут Везунчик Видите Плюс Трик Шанс Критического Урона Вот Если Вы Там Хорошо Прокачаны Там Или На вас Надета Одежда Которая Дает Вам Бонус То Вам Дается Бонус Здесь Здесь Или Здесь Или Здесь Да Это Тоже Прикольная Интересная Фишка Я ее Нигде По крайней Мере Не видел Ладно Давай Дружить Что ты ко мне Хочешь Что ты хочешь Что ты хочешь Добавить Друзья Отвали Вот Встало Здесь Мешает Понимаете Ты же По-любому Школьник Который Дрочит Каждый Детей Насколько Можно Ну И здесь Дальше Классическая Классическая Сборочка Такая Скорость Атаки Защиты Что ты Хочешь От меня Господи Я тебе Еще раз Сказал Тебя видимо Судя по цвету Волос Тесак Уже Нашел И облил Мочой За то Что ты Совращала Муалетку Какую-нибудь Мужского Пола И еще Хуже Там Женского Например Если ты Действительно Школик Что тебе Надо Ой Господи Уйдите От меня Уйдите От меня Я тебе Уже Друзья Добавил Отстань Вот Неадекватные Люди Пошли Это Прямо Получается Какой-то Да ну В жопу Никто не создавал Пробку На главной площади Как это обычно Бывает Там Хаотично Все сидят Вот Здесь Специальные Ячейки На них Можно стоять Свой торговый Пост Не самому Сидеть Да Самому Сидеть Нельзя В качестве Себя Магазин Делать Да А надо Специальный Предмет В инвентаре Иметь Чтобы Сделать Вот Такую Палаточку Что ли Ну да Здесь В принципе Такая Небольшая Палаточка Какая-то Вот С каким-то тут Гремлином Непонятным И он будет вам Что-то сидеть Продавать Вы в этом Время можете Все что угодно Делать Что касается Торговли Так Просто увидел Так Ну Рюкзак Здесь самое больное место Это то что Блин Сколько тут Получается Пять на два Четырнадцать ячеек В инвентаре Правда В каждой его части Но Это предметы Для заданий Это предметы Для ремесла Которых у меня тут Раз-два И обчелся И дальше идет Самое Отстойное Ну давай в группу Окей Дальше идет Самое отстойное То есть у меня Постоянно забито Это Расходники И трофеи Но это лут Который выпадает С монстров Всего такого Да Это То что Обычно Дается Задание Или тоже Задание Нужно На задание Нужно Принести Собрать Там Какое-то Количество Лепестков Или там Токорок У меня Ну в общем Аптечки Хилки Там Маны И здесь Вещи Которые Типа Ну одежда Оружие Вот Это у меня Пусто И можно Быстро Продать Здесь Блин Фиг знает Что Когда тебе Понадобится Поэтому Приходится Таскать Здесь С собой Вот Здесь Как раз Теки Торговые Места Вот Их Можно Купить Я не Помню Где Но я За квесты Получал Мне 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 Ща Поприкалываемся Че тут Обозревать Инвентарь Инвентарь Вот Школьник Или Школьница Я не знаю Давай Спросим Сколько Ей лет Виолетте Марганцовая Девочка А Мне Ей Десять Она написала А мне Сорок Семь Давай Дрю Чит Нет Дружить Пошли Шалить На Улицу Лето Пура Минета Жесть Это Самый душный Обзор Блин А где У меня Да Ладно Сейчас Стойте Нет Слава богу Все Все работает Как бы Че там Еще Лето Пара Минета Да Еще раз Проверить Все Работает Потому что Я не могу Это Не А где Ты Живешь Фавелы Фавелах Фавел Фавелах Фаве Фа Фа Вафля Фавелах А ты Ты вообще живешь Или как Почему-то счетчик Пропадает С экрана Я аж перестался Думал Это все Не записывается Это такой Трэш Угар Просто Жесть В пышне А где Именно Адрес Дом Улица Квартира Номер И серия Паспорта Судимости Справка Из Нар Наркологии Справка О ВИЧ О Господи Догони Меня Догони Меня Кирпич Хорошая Игра Была Такая Извините Я не могу Пропускать Этот трэш Вы же Сами Понимаете Че Че Блин Это же MMORPG Здесь Только Монстров Бить А если Вот Такие Попадается То Сразу Любая MMORPG Превращается В Офигительную Игру Самую Потрясающую Игру Вот Попадись Тебе Такая Вот Что Вот Никакой Тесак Тебе Не страшен Ну Догони Меня Ну Догнал Мне Кто Парализованный Персонаж Говорит Мне Догони Меня Мне По-моему Многие В асфальт Вросли Или Асфальт В голову Врос У нее Пойду После Обзора Нажрусь С такими Общасы Господи Попасти В фавелах Я живу А ты В пышне Ага Пышно Это что Русские Фавелы Ну Ладно Пока Не Поняла Я Говорю ВИЧ Есть Ой ВИЧ ВИЧ Спит Гепатит Молочница Туберкулез Что Нибудь Птичий Гриб Слоновый Гриб Грибок На жопе Что Нибудь Я должен Знать С кем Я общаюсь Можно Заразиться По интернет Тупостью Значит Можно И Чего Чего Того Чего 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 Тебе Надо Ну Как Я Лера А Я Что Дальше Про Скиллы Я не Рассказал Вот Кстати Карта Вот Смотрите Это У нас Табличка Скиллов Раньше Она Представляла Непонятный Полукруг На Полэкране Но Он Был Настолько Непонятный Что Я Рад Что Он Исчез Отсюда Потому Что Он Был Вроде Как Красивый Но Вроде Как Непонятный Это Как Современная Ветка World of Tanks Сейчас Все Понятно Более Менее Сначала У вас Только Одна Веточка После Того Как Выбираете Разделение Класса То Вы Ужу Профессии Непосредственно Вот Я Выбрал Снайпера Да То У вас Добавляется Еще Три Ветки Скиллов До Конца Вашего Уровня До 60 Тут 60 Уровень Последний Вот И у вас Тут Еще На Остальные 30 Уровень Добавляется В общем То Заключается Здесь Подвох В том Что Можно Только Из Двух Скиллов Вертикально Расположенных Выбрать Только Один Когда Вы Один Выберете Вот Вы Идете Дальше И так Постепенно Да Тут 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 Дальше В конце Вас Ждет Один Какой-то Активный Скилл Который Что-то Делает Вот Все Остальное Вот Это Пассивки В кружках Пассивки А это Активки В общем Ну У меня И так Здесь Активок Довольно Много Как Вы Видите Это Уже Там Сколько 12 Штук У меня Скиллов Тут Так Что Достаточно Вот Тут Много Чего Тут Есть Три Вида Лечения Здесь Перевязка Медленная Перевязка И Просто Отдых Как В линейке Это Жесть Конечно Ну Так В некоторых Случаях Кстати Очень полезно Пользоваться Разными Потому Что Они Все Разно Делают Тоже Там Требует Много Энергии Кто Долго Восстанавливает Кто Тоже Восстанавливает Энергию И все Такое Прочее Родитель Так Назвал Родитель Папаша Рожал Интересно Что там Было Между Т И Я Буквами В общем Это Ветки Скиллов Ну Как Видите Здесь Все Просто Здесь Рассказывать Особенно Не на что Смотреть Ну Тут Еще Эмоции Среди Скиллов Да Там И Всякие Автоатаки И все Такое Прочее Прочее Причем Все Что Вообще Возможно Мустафа Надо Родить его Ребенка Девочку Виолетту Сразу Десятилетнюю Которая Живет В пышне Назовите Ее Мустафой Приклейте Ее Бороду Чтоб Не общалась Со всякими 47 Летними Мужиками Я уж Надеялся Что она Свалит У нее Какой-то Знак Тут Радиоактивный Видимо Пышно Там Не рядом С Чернобылем Нет А то Че-то Как-то Че-то Как-то В общем Надо Как-то Выгоду Выжимать Из людей Надо Как-то Быть Не таким Добрым Как Как я Сейчас Я Очень Добрый Вы Сами Видите Как я С людьми Общаюсь Прямо Иисус Иисус Воскрес Уж Третий Раз Наверное За последние 5 минут В общем-то Сразу Можно 30 Да 30 Квестов Взять Советую Их Брать Вообще Все Сразу Как Только Можно Потому Что У Разных Людей Могут Быть Практически Одни Те же Квест Например Один Требует Сало Кабанов А сало Выходит Из Кабанов Точнее Не Выходит А Выпадает При их Смерти Поэтому Вы Двух Зайцев Одновременно Убиваете В общем-то Мочите Кабанов Собираете Сало И Сразу Два Квеста Поэтому Раз Такое Обромное Вместилище Эти Квестов То Лучше Брать Сразу Все Как То Вот Так Вот Не Я Пытаюсь Серьезно Разговорить Но На Этом Как видите Здесь тоже Есть битва За замки Не знаю Правда Где В этих Краях Я еще Не бывал Довольно В принципе Сложно Но В конце Я покажу Всякую Боевую Систему Догонишь Какой Гонишь Может Гашиш Догоню Я могу Вот Прыгать У меня Еще Господи Я Не могу У меня Геморроя Пока Еще Нет Но У меня Уже Видимо Опухоль В мозгу Образовалась У меня Уже Просто Все Слова Выперли Из-за Этой Мелкой Которая Не пьет И Почему То Ее Зовут Не Мустафа И Живет Она В Пышней И Она Не Знаешь Такое Вич Судя По Судя У нее Конечно Есть Но Еще Об этом Никто Не Говорил Потому Что Родитель Назвал Ее Лехой Или Как Там Лерой Ладно Догони Меня И Накажи Я Паралитик Я Не Умею Ш Ш Ш Ш Рец Стоя Я Думаю Запутать Ее Еще Больше Эти Фразы Потому Что Я Сам Не Понял То Что Я Написал Хотел Написать Что Я Не умею Бегать Но Короче Говоря Что я тут еще не показал Да, кстати, насчет реальных денег У меня тут, как видите, 200 риалов Это премиум валюта 1 риал это 1 рубль, так что это валюта на 200 рублей Я ее случайным образом получил Там просто по бонусу дали, да и все Поэтому не думайте, что я тут задрачиваю Или мне там что-то разрабовали Или мне разраб положили 200 рублей И поэтому я решил обозревать эту игру Это будет маловато Так, ну как я уже сказал Самая большая проблема для меня это интерфейс А каждый ячейк стоит 6 рубликов Что-то как-то вроде немного А вроде как тратить Шаба душит на самом деле Но если я буду играть, то наверное все-таки В конечном итоге потрачу Не знаю, сколько можно вообще купить этих ячейк На максимум, штук 30 наверное можно Я думаю Вот Поэтому Пока что еще не знаю Пока мне это не критично Если что, я выкидываю там что-нибудь Да и вообще аптечками не пользуюсь Надо там все поукидывать И понапродавать Но я их храню, потому что квесты Где-то там потребуются или понадобятся А вот Сой там Соси там, что? Люди даже слово соси не могут Написать правильно Соси там Окей Судя по всему она сутенер в реальной жизни Она у меня уже строит Так, ладно Гильдии конечно же здесь и присутствуют Здесь есть также можно на дуэль вызывать чувака Ну есть пвп зона Вот например Как этим Данже, да? То есть там неограниченно пвп Там просто Кладут все Всех там с полпинка Как только ты туда заходишь Ну можно в принципе Кликнуть на персонажа И предложить ему Дуэль Вот вызвать на дуэль За дуэль правда ничего не дается Кроме Судя по всему Твоего собственного Чувства Самооценки Так что Как-то пока Не знаю Вот такой же снайпер Только уровень повыше Это 40-й ровно Вот еще один снайпер Тоже уровень повыше 30-й Как видите Они все тут разные Вот еще Магичка такая Прикольная Наверное тоже Виолетта 10 лет Ладно Давайте я выберусь Все-таки За пределы города В принципе графику Я думаю вы рассмотрели Весь интерфейс Все возможности Рассмотрели В принципе Вот как выглядят Эти магазины Всякие Цены здесь варьируются От самых низких До миллионных Несколько десятков Миллионов Даже я видел Цены Насколько я помню Давайте Я вроде на юг иду Просто здесь неудобно Очень ориентироваться В этом плане Я вообще не понимаю Куда я иду И тому подобное Но вроде иду Туда куда нужно Ладно С кем нам предстоит Сражаться Поначалу там Убивать растинок Нужно конечно В фавилах Там Все Бухают И Ширяются Все Мои Друзья Скончались От Передоза Им Часак Наркоту Толкает Это все Абсолютная Правда Уверяю вас Так вот Ну Здесь Есть Так же Это вообще Такая довольно таки Хайлеверная Зона Но не так чтобы Хайлеверная Да Помимо тех Монстров Которые Под мой уровень Годятся Здесь еще есть Монстры Первого уровня Да скажем так Вот Поэтому Ротинки здесь тоже присутствуют Смотрите сколько лута у меня тут прям Жесть Из зелья мана даже выпало Обломок ножа Ой жуть Ой жуть Они гады жрут лут Поэтому из них столько вываливается Это конечно Большое исключение То что мне так выпало Много Посмотрите Очень Очень классная обстановка Посмотрите как Скорлупа разрывается От этих вот Шершней Лежуш Или что это такое Я не знаю В общем Все очень классно Сделано Деревья классно Трава классно Нет такого Кислотно размытого По всей По всему экрану Или по всей Даже вашей комнате Этих текстур Которые Непонятно что Из себя Изображает Но блин Выглядит как Последняя Блюота Сталина Я не знаю Ну честно Как это еще описать Потому что Выглядит мерзко На самом деле А кстати Я забыл вам Как раз сказать Вот случайные данжи Они выглядят Как крест То есть вы идете По локации Видите крест Нажимаете на него Переходите в случайно Сгенерирующийся данж Правда не все Одинаковые Скажем так То есть На каждой локации Есть Какие-то данжи Определенного уровня То есть И на И различаются они Только между локациями То есть На одной локации Все данжи будут одинаковые На другой уже другие Но тоже все одинаковые Между собой И вот так вот На каждой локации По своему данжу И они там Постоянно Генерятся Подходите Подходите к этому кресту И в принципе Оказываетесь здесь Это уже третий вид данж Который я посетил Я посетил В самой начальной локации Данж Я посетил Во второй там Локации 47 И 10 Отсидел Вот Это уже третий вид Данжи Который я Нашел В принципе И я его еще не проходил Я как-то очень Тупо его начал проходить И загнулся в итоге Но здесь довольно-таки Сильные монстры Надо сказать Поэтому Не так легко Это сделать Вот Очень коварно Себе вели зомби В предыдущем данжи Когда они По низку Прямо у тебя Из-под ног лезут В конце есть босс И крутой сундук 47 И 10 Отсидел Господи Бабы тупые Пошли какие-то У нее может быть ПМС Я тут С ней разговариваю Заражусь еще В общем В конце сундук И босяра И в принципе так Когда чисто там Фармишь На какой-нибудь Квест мобов Развеяться И зайти в этот Данж Самый а то Я бы сказал За одной шмотки Подберете Здесь много шмотов Выпадает То есть из обычных Монстров Выпадает там Совсем минимальное Количество шмота Даже с премом Который у меня В данный момент Есть А здесь значит Есть сундуки Из которых Выпадает именно Предметы Поэтому Иногда будет полезно Вот как бы сейчас На двоих не нарваться На троих даже Я это могу И умею Иначе мне сразу Каюк будет У меня конечно Неплохая экипировка Жить Хорошо что Снимаем На запись Если что В суде будет Доказательство О Гробы Надо было Девушку пригласить Сюда Ну на свиданку Самое оно Тараканы Гробы Муравьи Правда здесь нет Никаких сундуков Зачем я сюда Тогда поднимался Жуть Ладно давайте Спустимся обратно Шалить Наркоманить И упиваться Давай шернемся И сдохнем от передоза Ну Ну что тебе Что тебе стоит Как нефиг делать Ну посмотрите Очень красиво Вот вода Посмотрите Прикольная Все здесь В принципе Красиво Картинка Изумительно И восхитительно Отторжения Не вызывает Вообще Никакого Опять таки Повторяю Если даже Вы не любите Такой стиль Рисованный То Я думаю В этой игре Вы Грайвку Полюбите И очень даже Сильно Упс Паучок Извиняй Случайно Случайно Как-то Получилось Честно Говоря Случайно 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 Ах ты Ёшкин Матрёшкин Куда родители То смотрят В интернет Ребёнка Десятилетнего Пустили Совсем Дебилы Что ли Ну ладно Поливать У нас же Что Демографический Взрыв Правильно В стране Должен Быть Правильно Шалить Ну Ширяться И шалить А как Ещё Ладно В общем-то Я тут Уже Перешёл Непосредственно К геймплею И Непосредственно Блин К Издевательству Над Братьями Меньшими Ну если верить Тому что пишется Над сёстрами Меньшими А так в принципе Ну я не знаю Похоже по геймплею Ну так Наверняка Такую Диабло Ну может быть даже Торчлайт Вот Торчлайт Очень похоже Кстати и по графике Вот рисованное Это я думаю Чё он напоминает Торчлайт Точно А про него вообще забыл Про Торчлайт Я забыл вообще напрочь Поэтому Как-то даже Про него не подумал Вот А надо бы вспомнить Потому что Это выглядит абсолютно Абсолютно так же Так Это второй этаж Нам нужно перейти Через этот мостик Чтоб пройти дальше Видимо Да Вот в предыдущем Данже было Чё прикольно Там Развилка была Ты выбираешь У тебя Два рычага Одну дверь Дверь Открываешь Из двух Вторая блокируется Там два одинаковых прохода Если тебе повезет Там по пути будет Сундук А если не повезет Ты в этот пустой проход Завалишься И в принципе Не получишь ничего Но в конце Все равно будет Босс с сундуком Но это дополнительный бонус Который зависит от твоей удачи Скажем так Это как шкатулка С дядей Лене Якубовичем В одной пять тысяч А в другой хер И чек еще На оплату того Что ты должен Почку там Все такое Так А здесь Ага Здесь босс есть Ну посмотрите На дизайн босса Например Такой в плаще На Леорика похож На мини Такого Леорика Такого Довольно-таки Тощего И такого Маленького Но Видимо здесь Он практиковался Потому что Я считаю Леорика Одним из самых Жестких боссов В Диабле Третий Как ни странно Вроде первый босс Должен быть Самым легким Но Но Так этот перец Этот перец Судя по всему Плевать на то Что я могу Сейчас подойти И забрать сундук Как нефиг делать Но я попытаюсь Его убить Потому что Мне нужен опыт Кстати Насчет Сундуков Которого здесь Видите Здесь вторая шкала Это награда За королевскую охоту То есть Копите Какое-то Количество очков На монстрах Да Убиваете Вы просто Гринете И через некоторое время Эта шкала заполняется И он на небо падает С неба падает Вернее Сундук Открываете И там Какой-нибудь Вполне себе Хороший склад В виде Золота И может быть Шмоток Даже каких-нибудь Ну а обычно Это зелье Шмоток Как таковых Не бывает Так давайте Оп 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 Давайте Третий Третий Там еще что-то Что у меня еще Есть из этого Давай-давай Активные скиллы Активные скиллы Это довольно-таки Легко его Отправил на тот свет Скажем Скажем прямо Наверное Мне за него Что-то дали Пауху Такое нормальное Вот Видите Бриджи Трипанк Каска археолога Опять Жуть Кормит одним и тем же Так У меня что сейчас Надето Наверное тоже Каска археолога Да Защита 24 Как себе Не на меня Надо было за волшебника Или мечника играть Хотя Тогда бы выпадало бы Но в принципе Он хорош 935 золота Можно продать его Загнать за такую сумму Поэтому Поэтому Вот так выглядит данжа Случайно абсолютно Да Вот вы идете Там Крест может быть стоять В любом Абсолютном месте На карте На локации Да Вот опять таки Про картинку Да То что я не сказал Это абсолютно Изумительно Выглядящий Лес И вообще Все Все локации Все места В этих локациях Вон там ходят Болотце Там улитки Броют Ходят Еще и кабанов Вроде они должны быть здесь Например У меня еще задание Грибы собрать Это классика жанра Просто Классические Просто Самое классическое Вряться на тему Куэстов Собери того Того Принеси обратно Король попросил меня Принести ему Грибов Видимо Король тоже Ширятся Намерен Хорошо Ладно Я думаю Это будет Один из самых Запоминающихся Обзоров За последнее время Или может быть Даже самый Запоминающийся Из всех Так О Мясо Богомола Мне это надо было Собирать А вот где Богомола Плес Исподи Я их искал 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 Где они А вот они Оказывается И как они выглядят Ладно Я здесь В любом случае Не буду Я думаю Показывать Как я это все Уполняю Потому что Я могу так Играть до 60 уровня Пример Полугодовая запись Например Там я не знаю Можно что Такое сделать Вот Но я этого делать В любом случае Не хочу В общем-то Все Я здесь показал Интерфейс показал Для тех Кто любит Такие гринделки Они с первого раза Там все поняли Просто с первого взгляда Что где и почем Я бы не сказал Что она слишком Там очень сильно Там отличается От всего Но Еще про карты Забыл сказать Видите Слот для карты Под названием Грифон Писали Это дальше Слот для карты Суть в том Что здесь Большинство монстров Или даже Может быть Все монстры Принадлежат Какой-то стекии Это водный Вот элемент Вода Второй уровень Если карта Если карта Огненная Вставлена Всего Их 4 Огонь Воздух Земля Вода Или что-то Типа того Или что-то Хаос Есть Не помню Короче Не важно В общем-то Если Элемент Противоположного Значения То есть Огонь Например По соотношению К воде Вставлен в ваш Предмет В ваше оружие То это оружие Будет Наносить Больше урон Чем больше Уровень Элементности Этого монстра Тем больше Урон Наносит Эта Ваша Карта Вот Не знаю Есть ли здесь Безэлементные Всякие Твари Но Это еще одна Фишка Которая Здесь есть Прокачка Присутствует Точнее Прокачка Оружия Я имею Заточка Оружия В общем Классика Жанрова В полном Наборе И Вот Некоторые Такие Отличительные Черты В виде Там Всяких Кар И Там Подобные Данжи Все такое Проще И так далее И тому подобное В общем Да Я как уже Сказал По механике Эта игра Там не выделяется Ничем Гениально Я ее назвать Никак не могу Но На фоне Других Каких-то Корейских Дешевок Которые Там Я не знаю Пачками Просто локализуются И везутся В наш В нашу Страну Это Лучшее Что можно найти Я думаю На данный момент По крайней мере По приятности Картинки Потому что Очень классная Картинка Очень Классная Картинки Очень Приятно За ней Наблюдать Кстати Есть Это одна Из тех Немногих Игр Где есть Тридцати Двух Кратное Сглаживание Вот там Высокого Качества Я его Кстати Сейчас поставил Но К сожалению Ютюб Это все Порежет Поэтому О Я же говорил Я паралитик Видимо Меня это проверяло На способность Движения И на Зависание Вот Так что Вот так Все необходимые Элементы Здесь присутствуют Что еще Желать Обычная ММО РПГ Просто приятная На вид И Ну С парой Фишечек Вот Мир Здесь есть Вот Карта Мира Мир Компактный Небольшой Давно Здесь еще Подземель И все Такое Прочее В общем-то Я думаю Что Если вы Любите ММО РПГ То Наверное Стоит Посмотреть Эту И Поугарать Над всякими Малолетками Ладно Тем Кому Не Понравилось Соболезную Потому Что Все Пошло Совершенно Не Так Как Я Планировал Я Планировал Просто Рассказать И все И Получилось Что Меня Пасает У меня Уже Случатся Дверь Все До Свидания Ссылка Под Видео На Игру Все Лет Через 15 Увидимся Тесак Завещал С вами Бул Дос Кос Всем Спасибо Что Смотрели Пока Пока Продолжение следует